История Нарьинмара через призму достопримечательностей и музеев. На туристическом портале арктической зоны России теперь есть пеший маршрут по столице нашего округа. Подробнее в сюжете нашей коллеги Елизаветы Кабановой. Нарьинмар, хоть и небольшой город, но посмотреть здесь есть на что. Тут можно увидеть и красивые пейзажи, и познакомиться с историей северного края. Памятников много есть. Олено транспортным батальоном. Самолет. Самолет, который жители округа в войну купили для летчиков. В нашем городе надо посетить площадь нашу центральную, наверное, посмотреть на памятник Ленина. Памятник авиаторам нашим. Ну, аллея вот эта вот с олено-транспортными батальонами и памятник участникам локальных конфликтов. Музеи можно посетить. Потом, что еще у нас, куда можно еще сходить? На каток обязательно можно сходить, покататься. Ну, я не знаю, сейчас в Арктику пускают, не пускают. Если пускают, то в Арктике у нас там тоже выставки есть, можно там посетить, как говорится. Ну, а так, в наше время сейчас морозы очень хорошо влез на прогулку. Специально для тех, кто никогда не был в нашем округе, на портале Артикраша появился первый пеший маршрут по Наринмару. Он проходит по центру города. Его продолжительность чуть больше четырех часов, учитывая посещение перечисленных достопримечательностей. Маршрут был разработан Департаментом финансов и экономики Ненецкого округа совместно с Министерством России по развитию Дальнего Востока и Арктики. В рамках популяризации арктического туризма мы направили в Министерство Российской Федерации по Дальнему Востоку и Арктике свое предложение Департаменту по вот этому пешеходному маршруту, чтобы представить город Наринмар и на этой площадке. Семь объектов расположены таким образом, что каждый идет друг за другом. В маршрут входят самые популярные и посещаемые достопримечательности города. Памятник подвигу участников Олено транспортных батальонов, церковь Святого Николая Чудотворца, самолет капитана Тарасова, краеведческий музей и другие. Это прежде всего старейший музей Ненецкого автономного округа, музей Пустозерск, который рассказывает о исчезнувшем городе Пустозерске и жизни кочевого народа, которые там проживали. Самое высокое здание города – это Богоявленский кафедральный собор. Ну и, конечно, визитная карточка города Наринмара, главпочталка, который у нас, значит, одно из самых заметных и старейших строений города Наринмара. Разработанный маршрут также будет размещен на портале Центра арктического туризма. По словам Татьяны Лагвиненко, неравнодушные жители города предложили добавить достопримечательности. Сейчас идет разработка продвинутого маршрута.